Салют! Это арт-обзор, четвертый выпуск, рубрика внутри моего ежедневного влога, в которой я делюсь интересными находками из мира дизайна, графики, иллюстрации и в целом арта. И первый наш сегодняшний автор – это иллюстратор Дарья Семенова. Она делает симпатичную, милую, деформированную персонажку в приятных, теплых, пастельных цветах. Сейчас немного проскролим через ее работы и откроем их в более высоком разрешении. Судя по всему, какая-то африканская амазонка. Но очень любопытная работа с формами. Такие достаточно откровенные сцены, но за счет обработки выглядят очень стильно и мило. Интересная работа с светом. Свет, текстуры подчеркивают, силуэты, еще делают акценты на лицах, которые здесь из-за специфических пропорций уменьшены. Ну и кодики. Это, наверное, прям классическая иллюстрация, которую должен иметь каждый иллюстратор в своем портфеле. Девушка на рыбалке. Тоже интересная. Интересная, приятная для глаза, деформированные персонажи. Очень много обнаженки, кстати. Она здесь выглядит абсолютно, абсолютно мило. Девушка с котом. Обратите внимание на велосипед. Он полностью, полностью сделан из линий. То есть это обычная линия, но смотрится очень прям эффектно. Если мы спустимся ниже, прямо в начало ее работы, то увидим, как автор экспериментирует в поисках своего интересного стиля. Так, сейчас работ достаточно много. Видим простые векторные персонажи. После этого они усложняются, приобретают форму. Тут уже пошел Ленин. И постепенно экспериментами. Вот начинаются эксперименты с деформацией. Вот они продолжаются. Да, и вот стиль. Автор начинает приобретать свой текущий стиль, в котором сделаны ее последние работы. Должен сказать, он очень приятный и запоминающийся. Это была Дарья Семенова. Напоминаю, что по каждому иллюстратору я оставляю ссылки в описании, чтобы вы сами могли ознакомиться с их работами. Если еще не поставили лайк и не подписались, самое время. А мы продолжаем. Дальше у нас мрачняк. Антонио Браво. Иллюстратор из Малагии, Испания. Красивые, мрачные, холодные, векторные иллюстрации с живыми животными и преимущественно мертвыми людьми. Сейчас поймете, о чем я. Автор очень круто работает с анатомией и цветом, создавая реалистичные и мрачные иллюстрации. Очень крутая проработка мелких деталей и контрастов. Это будет. Время. Время. Хquarters. Время. 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 Это был Антонио Браво. Мрачно, но очень круто. Браво. Рекомендую также посмотреть прошлые выпуски арт-обзора. Они будут в описании. И здесь много интересных авторов. А дальше у нас любопытный и забавный конструктор векторной персонажки от UI8. С ним достаточно весело можно развлечься. У нас есть персонаж, соответственно, и разные настройки. Мы можем менять пол, менять головы, менять одежды. Все это можно кастомизировать. При этом мы можем его сделать черно-белым, дуатон. Можем покрасить его, и фон. Сразу все перекрашивается. Можем менять ему позу. Стоящий и на велосипеде. К сожалению, больше настроек нету, но я думаю, впоследствии добавятся. Достаточно забавная штука. Как я понимаю, здесь можно купить больше настроек, если вам нужно, например, для ваших проектов. Плюс есть вот эти вот разные бэкграунды. Они очень интересны и приятно выполнены. То есть, что мне здесь нравится, так это интерактивность и получение удовольствия от процесса. Я не собираюсь это покупать. Мне прикольно. Мне прикольно это просто использовать. Наверное, это самое важное, что можно сделать в таком редакторе. UI8 это микросток наподобие, как я понимаю, креатив маркета. То есть, тут дизайнеры размещают свои работы с фиксированной ценой. И вот они еще дополнительно сделали такой вот конструктор под названием Sapiens. Как вы считаете, подобное кастомное приложение конструктора это будущее дизайна или нет? Что ты думаешь по этому поводу? А дальше у нас забавный инстаграм-аккаунт одного ракообразного существа. Интро прямо от бога. Вот сам инстаграм-аккаунт. Повествование ведется от лица краба. Это, наверное, альтер-эго автора, который рассказывает интересные истории и снабжает каждую историю такими вот забавными комиксными иллюстрациями в таком мрачно-юмористичном стиле. В историях и работах автора очень часто можно узнать себя, свое детство, поностальгировать и просто весело провести время, читая такой своеобразный инстаграм-комикс. Кстати, узнаете лысого типа слева. На моем канале Везде Блог сегодня вышло интервью с автором данного канала Краба Блог. В нем он отвечает на вопросы, рассказывает, почему Краб приоткрывает немного завесу своей жизни и делится в целом интересными вещами. Рекомендую к прочтению и рекомендую к каналу. Ну а сейчас будет небольшая премьера, я это еще никому не показывал, но автор данного канала сделал иллюстрацию прям на всю нашу семью. Типа слева вы уже видели, а вот мы жену Наташу и кошку Ливу не изобразил он нас прям очень круто. Прям вот суть, то есть черты характера, особенно кошки вот этого лысого глиста с таким вот взглядом прям, в общем, уловил просто шикарно. Расскажите в комментах, какой иллюстратор вам понравился больше всего и почему, и в целом, какие эмоции испытали после сегодняшнего выпуска. Мне будет очень интересно. Мы на сегодня заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не сделали. Ну как так? Лайки, подписки, колокольчики. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok